Продолжение следует... The Dark Descent и дополнение Justine. И сейчас следующая часть. Об ней... Об ней. О ней я слышал, читал немножко. Говорят, что она куда менее хорошо воспринятая, чем первая часть. Потому что в ней как-то, ну, жанр хоррора, как говорят, не настолько прям вот хорошо имплементирован. Эээ... Головоломки все очень простые. Ну и что-то такое. Я... Интерактивности куда меньше. То есть нельзя всё, что можно просто подряд подбирать. Эээ... Типа... Вот так вот. Больше я особо ничего про неё и не знаю. Так что я думаю... Ну, конечно, музыка в главном меню жёсткая. Ладно, тогда начинаем новую игру. У меня тут 30 ВПС. Я надеюсь, что это исправится. Начать новую игру. Ну? Ну? Почему так долго грозится? Мне это не нравится. Ну, слишком долго игра... Ага. И? Тот, кто превращается в животное, избавляется от боли быть человеком. Самуэль Джонсон. Все еще 30 фпс, мне это не нравится. Папа... Папа, пожалуйста, не убивай меня. Ну, такое ощущение, что это должно выглядеть как-то по-другому. А может и нет. Папа... Не могу уже ш... Нет. Шевелиться я не могу. Ну, вообще 20 фпс, что происходит. Папа... 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 Ой... И очень мало фпс, всё ещё не больше 30 почему-то. Хм, я сейчас проверю, пожалуй. Хм, вот теперь 60, я просто сменил программу, я вообще думал, что наоборот, через Dictory будет работать лучше, чем через Fraps. Как оказалось, нет. Фраб записывает вот эту игру конкретно в 60 фпс, Dictory почему-то больше 30 не выдаёт. Ну ладно, да, тут даже ящики нельзя открывать. Стул я всё-таки могу шевелить и кидать. Направление тут точно такое же в этом плане. Так, это моя камера, да? Моя кровать за решёткой. Так, 24 июня 1989 год. Во снах я вижу человека в шкурах ягуара, в перьях. Он похож на забрызганного кровью святого. Что изошло от сердца явилось для нас смазкой, сокрушило зло тяжёлой поступью и освободило всех нас. Внутри моего лба поселилась зловонная жара джунглей. В висках стучит, в черепе закипает кровь. Такое чувство, что внутри есть что-то живое. Проклятая крыса, гладающая мой мозг, прогрызающая путь наружу. Даже опи не может заглушить её безграничный голос. Я слышу, как мои дети играют на чердаке, но вместо любви меня переполняет ужас. Откуда во мне столько отчаяния? Не знаю, тут пока что интерактивность примерно... Ты чё, стул попутал? Интерактивность пока что вроде на таком же уровне, какая была и в той игре. Ну, не совсем. Ящики я могу открывать, но более ничего. Так, это всё не могу, мне надо идти вот сюда. Дядя, дядя, найдай нас! Не, особенно таких криповых. Ванная, толчок. Так, ну-ка, у меня инвентарь на тап не открывается. Значит, инвентарь какой-то другой кнопкой, понятненько всё. Куда мне идти? Тут столько путей, а хотя... Не то, что столько. Я думал вниз пойти, но вниз лестницы нет. Тут тоже закрыто. Я могу пойти, значит, вот в эту комнатку. Я держал твою руку, и смотрел кровь пыль между твоими ногами. Ты живёшь долго, чтобы видеть Эдвин, но не Энока. Я собираюсь об этом, моя любовь. Я помню тебе это. Опа, свинюшка. Я видела вот похожую голову на заставках. На... как... как бы... на артах этой игры. Там чуть ли не на самом главном арте. Ага, это я могу включать и выключать. Ой, могу бегать. Так, ладно, знаешь, мне один путь остаётся. Вот сюда вот. Не нравится мне это. Здесь явно кто-то был. Дверь заперта, да? Тут даже не пишут, что она заперта. Она просто заперта. Чё? Кому чё? Опять эти свиньи. Ого! Ну, они спали на чердаке, когда были совсем маленькие. Может, они туда спрятались? Я помню, что я настоял на этом, когда направлялся из спальни в кабинет. Подождите, а тут чё? А тут тоже закрыто. Это вы про меня? О! Там кто-то пробежал. Постарались не привлекать лишнего внимания. Ну, по сути, мне свет тут не так важен, как в той игре, потому что здесь нет... Этого... Этого... Рассудка. Девник Эдвина и Еноха. 11 октября 1899 год. Папа сказал, что в этом году Рождества не будет, потому что он слишком занят. Няня говорит, мы не должны его отвлекать, он так занят. Утром он уходит, пока мы ещё спим. Вечером мы часто засыпаем, не дождавшись его. В саду мы нашли птицу со сломанным крылом. Она сказала, что птица грязная, и ударила её скалкой. Когда все уснули, мы пробрались вниз по лестнице, чтобы похоронить её. В саду была свинья, мы слышали, как она сопит. Потом пришёл папа и сказал, чтобы мы быстро шли в дом. Он был в ярости, но, по-моему, он снова плакал. Что? Прикиньте, я уже понял, что пересесть можно. Не хочу свет лишний делать. Тут кто-то явно пробежал. Вон туда, да? Туда явно надо идти, но я бы хочу вот сюда вначале сходить. Проверить. Откуда они прибежали? Из ниоткуда. Да давай, да возьми ты эту штуку. Так, Светичка, тут огнево будут. Интересно, чтобы поджигать стационарные. Опять тут эти свиньи. Блин, подождите, мне надо этот ящик с пути сдвинуть. Я могу его вон туда воткнуть? Да. Блин, ещё ведь не видно вообще почти ни хрена. Я не знаю, как мне посмотреть количество топлива. Ну-ка, давайте-ка я просто посмотрю. Ну-ка, управление. Раскладка. Прыгнуть, прийти, сбежать. Shift, да, Ctrl. Прыгнуть, наклониться, правый курок. В смысле, правый курок. Так, движение, действие. Прыгнуть. Фонарь разная. Журнал. Мой журнал. Джей, если я... Нет, тут нет ничего. Походу тут никак нельзя посмотреть, что ли. Свои... Свой инвентарь, типа сколько масла осталось и всё прочее. Хоть и дети. Каких-то не люблю. Скоро будет что-то очень стрёмное, я просто знаю. Ага. 14 севраля, 1699 год. Он сказал, что знает эти развалины. Тип в поношенной одежде с лицом изъеденным отвратительной болезнью. Я перехватил его странный взгляд. Мне показалось, что он хотел понять, как я узнал о них. Едва удержавшись от того, чтобы отвезти ему за трещину, за наглость, я улыбнулся и сказал, что в библиотеке нашей семьи были занятные книги о путешествиях. Безграмотный Олух не понял ни слова, но согласился стать нашим проводником. Я сказал детям, что приключение будет поистине невероятным. Если те камни и правда скрывают ожидаемые мною финансовые выгоды, череда приключений будет длинной. А, тоже какие-то приключения, значит, тут были. Они тоже куда-то отправились что-то искать, судя по всему. Так, тут я был. Да, осталось пойти только вот сюда. Зачем этот звук был? Что он обозначал? И это не нравится-то все. Ты не понимаешь, если я записываю это, да? Я думаю, что это очень полезно. А, у тебя есть один из этих замечательных Д'Мартинвилл. Нет, конечно, не, мой дорогой. Это мой собственный дизайн, профессор, вместе с тем, что ты видишь. Это очень полезно. Ты понимаешь, конечно, когда министры отправили меня, что они имеют... ...консервы. Вот. Пока что непонятно опять же. Но я думаю, это все будет более-менее выяснено в процессе. зачем так резко и что это вообще было зачем так резко на фоношке тоже поиграть не могу так тут заперто а тут нет а тут что было просто так слишком тихо здесь о нет можно мне вот это взять это рычаги комнаты плачут там зима плакивали смерть лили под оружием которые бессильно перед ангелами и не может вернуть ее с небес проверь за картинами освальд освальд там же где когда-то ты посматривал за ней в ванной дети должно быть обнаружили эти патронные места и спрятались там так ящики 7 ноября 1998 год банк отказал в кредите невежественные скоты по ночам когда и дети и слуги спят и не слышат меня я сижу один и плачу любимая как ты мне сейчас нужно они говорят что я промотал свое состояние что вложившись в эти новейшие машины я погубил репетацию семьи что мне стоило остаться мясником что значит две руки по сравнению со множеством других что можно применить применять бесплатно без устали приспосабливая механизмы ткацких станков и мельниц но если банк не пойдет навстречу всему наступит конец пусть только придут ко мне домой клянусь я убью их убью их всех возьму свое ружье что тут все еще стрёмная музыка играет оу да ну вас нафиг всех так там рычаг я увидел а вот здесь вот что а это картина типа якобы механизм и душа замена неудовлетворительно сильно напоминает насос лучше кишечник как лет ленточный червь уже несущий в себе чужеродную жизнь латунь лучше прочнее меди волокна пришиты костям в извлечении костного мозга иглой за иглой заложен потенциал непосредственная составная замена среагирует на электромагнитное возбуждение для повышения отдачи сыворотка дает ускоренную перенастройку что за два три дня приводит к естественному движению подопытным все равно приходится удалять лобные доли чтобы снизить эмоциональное потрясение после реактивации будь оно все проклято будь проклято это убогая душа почему она не механизм что происходит подождите я хочу проверить вот это а это закрыло выход да что не такое ощущение что тут даже масла нет что у меня лампа просто напросто бесконечная что тут даже нельзя посмотреть вот сейчас будет страшно хотя мне все это время было страшно уберу ка я пожалуй лампочку пока что а это переход в следующую локацию окей окей да обратное проходить не могу эта игра судя по всему более линейная чем предыдущая нет так таковых так называемых хабов тут все именно вот уровень за уровнем мне сказали что нужно будет бежать я надеюсь для этого не будет слишком хорошей причины хотя чё я несу конечно будет рано или поздно тут начнутся погони от монстров интересно насколько они хорошо будут меня видеть дневник адвина и еноха 3 октября 1899 года папа больше не разрешает нам играть с животными мы играли в прятки с куком а он пришел и накричал а мы как раз хотели спрятаться за мишкой ворчуном кук сказал это из-за оружия но ведь он всегда разрешал помочь ему с полировкой значит дело не в этом как бы то ни было в той комнате есть привидение если пробраться туда ночью можно услышать как они передвигаются в стенах за шкафами судя по звукам они часто рассержены наверное поэтому можно услышать как они гремят цепями хлопают дверьми и все такое ну и ладно нам там все равно не нравится привидение может свиньи в машинах или что-нибудь типа того так ладно все двери тут забаррикадированы остается идти только вниз я сейчас выйду из дома мой собеседник говорит так будто знает меня и я сам вроде бы вспоминаю его мы как близнецы разлученные после рождения наши судьбы непостижимо переплетены я будто утопающий пытаюсь выплыть на поверхность в собственном доме во тьме подо мной я знаю что это великолепная архитектура мне надо лишь отыскать вход вниз надо вход отыскать то есть нам не надо выйти из дома да вы задолбали тут бегать разумеется выйти я не могу это слишком хорошо бы было я пока что могу предположить что этот чувак главный герой вот этот он отец вот этих детей и он разрабатывал какую-то дикую дичь машину для свиней возможно как говорит на названии но они эти свиньи у него вышли из под контроля он начал сам лишаться рассудка и его дети короче что-то плохое здесь здесь миф дал возможно он даже сам убил и теперь он опять тут эта голова сменит и теперь он короче тоже очистил себя память хочет все исправить спасибо но я думаю что вы не не а ты сделала все это в это чудовищ все сделаны но что я говорил он сделал этот завод Я думал, что это просто комната Фига тут повсюду Что это сейчас было? Это просто лак? Был На экране какая-то хрень вылезла Опять мне 30 фпс А, я все-таки вышел наружу Опять тут эти дети Можно я что-нибудь... Что тут я могу взять? А-а-а Не понимаю ничего А-а-а Что-то... Как-то производительность не очень Фига тут Прикольно Да Сколько тут Я что-то слышал, а? Медведи и трубы После вечеринки Она взяла меня за руку и сказала Но, дорогой, как тебе удалось так быстро добраться из трофейной комнаты до гостевой ванной? Тебя все считают волшебником Моя дорогая Лилибет В комнате... В доме моего отца много комнат Что до моего... А то в нем Есть даже секретные комнаты Я это уже понял Мне надо найти какую-то секретную комнату Так, а это я где? Так, это закрыто Даже так? Походу я был прав Тут у лампы действительно нет масла Она бесконечная Сколько тут ходов Сколько тут коридоров Опять я вышел на улицу А, я тут проходил Вот так вот как раз я прошел Опять телефон Мандас Ты знаешь меня? Кто ты? Где мои дети? Наутся, Мандас Наутся, beyond нас Машиння как же тут все неприятно о я вам могу тебя включить ты такая же штука как было в дистин скорее а стоп я пришел туда откуда я пришел это часы блин так тут тоже закрыто все так теперь вот здесь тут дети были сейчас опять будет наверно плохо стоп но тут я тоже был разве нет я же только что вышел вот оттуда откуда-то и пришел сюда ну-ка я могу это ружье подвинуть нет нет так понятно это значит головоломка это все следовало теперь надо просто найти куда мне отсюда попасть можно каким-то образом так тут закрыта тут тоже картины все ничего не делают чё я пытаюсь сделать то а вот это прикол взял я такой короче и нашел фига тут какая-то цивилизация блин я вывесил сюда вставать сейчас наверно что-то начнется стрёмная резко так прожить и здесь записочка может какая-нибудь это и звук как будто кто-то что-то пишет так что мне это дало я не понимаю нужно куда-то пройти обратно что ли я просто что-то отключил мне теперь надо найти другой путь куда-то пробраться я думал что отсюда надо будет что-то найти даже бутылки не могу с места сдвинуть надо такое себе так и сейчас то что я все исследовал мне совершенно не поможет просто скримеры появится новая я так и знал что меня сейчас пугать начнут так надо мне быстро искать что мне нужно делать потому что я задолбался тут ходить и ничего не понимать где что вообще дети вон туда каким-то образом умудрились пройти это я снова здесь вот да это напрягает все стоп я здесь не был я здесь явно не был но мне сюда и не нужно или нужно Ага, и вот второй вентиль У меня всё ещё 30 фпс Я, конечно, могу снимать другой прогу Там будет не так всё клёво А это-то для чего? Я могу сюда что-то положить? Что, например? Да вроде ничего Ничего тут нельзя вроде подобрать Я ведь прав? А для чего тогда эта штуковина? Так, ну я два каких-то вот этих вентиля повернул Теперь должно что-то измениться И то, что тут всё в крови мне вообще не нравится И то, что сейчас опять начнётся жопа полная Что это? Это кто-то? Или это просто так? Ну, явно дверь вот эта открылась Которая была закрыта раньше Явно в этой комнате что-то Только я пока не понимаю, что Потому что всё сюда ведёт Страшилка просали Сопя в ночи придёт к тебе под дверь В переднике до самых докопыт Глаза сверкают синевой И локоны белы Как мерзлая рука в снегу посреди зимы Как мерзлая рука посреди зимы И будет яблоки просить через открытое окно Лицо скрывая, но пронизывая взглядом Коль завлечёт тебя изгиб её груди Тебя похитит, сердце вырвет и сожрёт Похитит, сердце вырвет и сожрёт А потому послушным будь весь год дружок Вдруг Салли в ночь по яблоке придёт Коль и не знаешь, кто снаружи Дверь не трожь Отца послушайся и дома посиди Иначе к Салли на зуб и в утробу пропадёшь Мило Что-то должно быть в этой комнате Я пока не понимаю, что опять за картинами Похоже, что нет Пождите, а в чём тогда смысл этой комнаты? А это охренеть всё ещё скрипит? Я же не могу сюда лечь Поспать, да? Клёвое зеркало Нет, я ничего не могу сделать Обратно туда идти, где эти звуки стрёмные были Стоп, я не помню, что вот тут была кровь Когда я тут шёл 10 декабря 1699 год Меня должен нависить известный профессор А Про-про-профессор А Он придёт подтвердить, что я в здравом уме После долгого отсутствия в клубе Но я не глуп, на самом деле он придёт Шпионить для них Когда они охотились на потрошителя Его часто приглашали осмотреть порезы И опознать пропавшие органы Теперь он собирается ко мне Со своими расшаркиваниями и обхаживаниями Со своими, дорогой сэр И новый же скорбит И мельком взгляну на ваше устройство На это торжество нашего века Да что он знает о потере, о жертвовании Но отказ Отказ лишь разворошит осиное гнездо Привлечёт целую толпу проныр и воров Нет, я должен развлечь этого фигляра Поддаться его навязчивости Может быть стоит показать ему требуху Посмотрим, сможет ли он, привыкший копаться Во внутренностях неуклюже разделанных шлюх Заглянуть в истинные устройства его золотого века Может быть стоит представить его Джеку Или хотя бы его сыновьям В конце концов запоры на окнах были усилены И игрушек у них теперь хватает Чё происходит? Локация явно поменялась Потому что все эти двери были открыты И тут нигде не было крови То есть локация сменилась беспалевно Я могу воду теперь Накачать? Нет, всё ещё Откуда тут взялась кровь? Так, вот сейчас будет Что-то плохое Нет Мне кажется мне надо идти за кровью Достаточно стандартная процедура Идти по кровавому следу И я найду то, куда мне нужно попасть Это похоже на рожу На прикольную Опа Я уйду до маркета Я буду кричать все время домой Я не буду Я не буду Я не буду В любом Он приходит Он приходит Любопытное открытие Металл скрипит, сжимаясь при остывании Должна быть это та странная машина О которой рассказывал мне мой новый друг Если мои дети обнаружили это место Вполне возможно, что они устремились вниз Восхищаясь своим открытием Отлично Кажется, мой путь предопределён Спуск начинается Вообще отлично Просто шикарно Я мечтал туда спуститься Не знаю, что у лампы не тратится масло Что она просто бесконечна Это, ну, интересная механика Стоп, я на улице снова оказался? Да ладно Такого я не ожидал Так, это что у нас? А, это, кажется, та самая дверь Которая Из которой звуки доносились Чё, неужели вы даже тут ничего не спрячете? Вау, я нашёл баг Клёвая Шикарно Так Эта дверь куда-то ведёт? Нет Ну, знаешь, вниз идём Опять тут свинья Музыка начинает быть очень Неприятно Ну, знаешь отлич Субтитры создавал Dima Субтитры не менее Субтитры яич Mathcas ... ... Не